Венеция Сегодня город не узнать. Венеция Добро пожаловать в Венецию на карантине. Это «Жизнь других». Венеция Венеция приезжала от 30 до 70 тысяч туристов в день. В летнее время тут невозможно было пройти от огромного количества людей. Но сегодня Венецию не узнать. В ней осталось 52 тысячи местных жителей, и им запрещено покидать свои дома. Как и половина мира, Венеция теперь закрыта на карантин. Если бы я родилась в Венеции, сейчас я бы подсчитывала убытки своей гостиницы, как Паула Морро. И безумно скучала бы по бесконечному потоку громких туристов, их благодарностям и даже претензиям. Или я бы несколько смен подряд патрулировала улицем, как комиссар Энерико Арагона. В поисках людей, которые выгуливают свою несчастную, уставшую собаку по 8 раз в день. Или тайно по тени венецианских балконов готовятся к несуществующим марафонам. До этого не пробежав своей жизни из 100 метров до булочной. Или я бы взяла у государства кредит, как шеф Руджера Бово. Не для того, чтобы спасти свой мишленовский ресторан, вовсе нет. А для того, чтобы бесплатно, каждый день кормить бедные и многодетные семьи. Я, конечно, не родилась в Венеции. Но сегодня я покажу вам изнутри город, абсолютно закрытый для внешнего мира. Такой Венецию вы не видели никогда. Италия начала закрываться на карантин город за городом, регион за регионом с 8 марта. Венеция была одна из первых полностью закрытых городов. Хотя ее эпидемия особо не коснулась. Я не знаю никого, кто заразился. Нет, на нашем острове Бурана нет ни одного зараженного. Я много с кем общаюсь, друзья, соседи, клиенты. Все здоровы. Нет, из моих знакомых никто не заболел. Я знаю троих людей с коронавирусом. Одна из них моя дочь. Она работает медсестрой и заразилась еще в самом начале эпидемии. У нее не было абсолютно никаких симптомов. Ей сделали тест, так как она контактировала с больными вирусом. После положительного результата она ушла на полную изоляцию на несколько недель. Сейчас она уже выздоровела. Более того, она опять вернулась к работе в больнице. Пациенты делятся на 4 типа. Первый – это бессимптомные пациенты, у которых тест показал позитивный результат. Их отправляют домой на самоизоляцию. Второй тип – это люди с выраженными симптомами и позитивным результатом, но у которых нет проблем с дыханием. Их госпитализируют в обычные палаты. Третий – это пациенты с осложненным дыханием. Их также госпитализируют, но уже в палаты с аппаратами ИВЛ. И, конечно же, пациенты с тяжелой формой сразу же отправляют в интенсивную терапию. В среднем тяжелые пациенты проводят здесь 3 недели. Пациенты с более легкой формой выписываются через 10-12 дней. Именно Венеция. Хотя город и находится буквально в двух шагах от самых пораженных вирусом регионов Италии. Может похвастаться относительно небольшим количеством заболевших. Дело в том, что здесь при приеме пациента в больницу с позитивным результатом на коронавирус делается еще один дополнительный анализ – молекулярный. Он позволяет определить, на какой стадии заболевания находится пациент, определить его в правильную палату и обеспечить соответствующий уход. Врачи считают, что такая мера предосторожности спасла их от катастрофы. Сами итальянцы прекрасно понимают, почему именно их страна стала эпицентром борьбы с болезнью в Европе. Мы очень любим обниматься и целоваться, нас не остановить. Мы даже не замечали раньше, как много и часто мы прикасаемся друг к другу. Поздороваться – два поцелуя. Случилось что-то хорошее – нужно обнять. Плохое – крепко обнять. Два поцелуя – на прощание. У нас очень много пожилых людей. Понимаете, когда умирает кто-то из пенсионеров, к нему на похороны приходит очень много друзей того же возраста. Чтобы они не заразились, нам пришлось закрыть кладбище. Пенсионеры Венеции очень активные. Тяжечка кофе в кафе, бокал вина в ресторане, прогулка с собакой – до 105 лет. Это норма. В самом начале карантина правила были очень лояльными и простыми. Людей просто просили без надобности не выходить на улицу. А максимальный штраф за то, что ты гуляешь на улице, зная, что у тебя коронавирус, был всего 206 евро. Постепенно режим изоляции ужесточался. Теперь на улицу можно выходить только в нескольких случаях. За продуктами, в аптеку, выгулить собаку и по форс-мажорной ситуации. Полиция всех проверяет, потому что у людей должны быть заполнены анкеты, по какому мотиву они, в принципе, находятся на улице. Они проверяют, подписывают и дальше со всеми бумажками идут гулять дальше. Это называется сертификат личной ответственности. Ты его скачиваешь, заполняешь свои данные, документы, адрес и объясняешь причину, по которой ты выходишь на улицу. Его можно скачать, а можно распечатать. А что вы делаете с человеком, если у него нет такой бумажки? Если мы видим, что вы вышли из дому по уважительной причине, просто забыли и не знали о сертификате, мы можем дать вам возможность заполнить его здесь. Если нет бумажки, окей, грация, банджернато. Если нет у человека такой бумажки, то полицейский им дает такую бумажку, они тут же заполняют, подписывают и идут дальше. То есть без бумажки ходить на улицах Венеции нельзя. Тем, кто работает на стратегически важных предприятиях и кто продолжает ходить на работу, выдается специальный пропуск. Теперь минимальный штраф – это 400 евро. Его могут выписать даже за то, что вы гуляете с собакой слишком долго. И максимальное наказание – это штраф в 3000 евро, а порой и тюремное заключение. А как это все происходит, мы узнаем непосредственно у венецианских патрульных. Так, ну что, сейчас мы едем на патрулирование Венеции. То есть вот вы так вот заходите в лодку, и что? А у вас есть, не знаю, бинокль или что-то? Или вы просто так вот едете, смотрите, и что-то там увидите, и скажете «стоп, идем туда». Учитывая, что Венеция – это город на воде, полиция должна одновременно работать и на каналах, и на улицах, и на суше. Мы все соединены единой радиосвязью и управляемся одним главным оперативным штабом. Если нам сообщают о каком-то правонарушении, мы можем добраться туда быстрее, чем сухопутный патруль, мы едем туда. Конечно, у нас есть абсолютно все необходимое для патрулирования. И бинокли, и оружие, и другие приспособления. Тогда давайте садимся и поехали патрулировать. Как сейчас часто вы патрулируете Венецию? Так как сейчас мы находимся в режиме чрезвычайного положения, количество патрулей увеличено, гораздо больше контроля. Обычно у нас одна лодка делает один большой круг за один объезд. Теперь же мы делаем минимум два полных круга, и с нами параллельно курсируют еще две патрульные лодки. Наша заработная плата не изменилась, но у нас появилось больше рабочих часов. Практически каждый день мы работаем сверхурочно. И это, конечно же, компенсируется государству. То есть у вас сейчас в полиции стало работы меньше или больше? Статистика преступлений очень изменилась. Практически нет квартирных краж, ведь люди сидят дома. Также не грабят магазины и склады, ведь соседи вокруг тоже дома. Им нечего делать, кроме как выглядывать в окошко. Они всегда на чеку. К сожалению, основные вызовы сейчас касаются домашнего насилия. Люди встревожены, нервы на пределе, они закрыты в небольшом пространстве. Многие срываются на близких. Теперь Венеция, как и весь мир, вынуждена жить по новым правилам, которые к тому же меняются едва ли не каждый день. Порой сложно уследить за новостями, что открыто сейчас, что работает, где есть очереди, где нужны маска и перчатки. Поэтому попробуем разобраться на месте. Венецианское утро всегда начиналось с чашечки кофе в баре, где люди шутились, обменивались новостями и начинался дальше их прекрасный день. Но сегодня кофе можно выпить в Венеции только дома. Это одна из центральных улиц Венеции, туристическая. Тут магазин, тут все время толпы туристов. Сейчас она ведь... Ого! Эхо мое! Представляете, я слышу на центральной улице свое эхо. Ой, какие кроссовки хорошие, кстати. Все закрыто, все магазины, но свет есть. Все люди дома, потому что все ставни открыты. Но вот так. Сегодня это так. Некоторые церкви открыты, но службы запрещены. Но человек может прийти и помолиться в церкви, но не больше трех. Интересно, а что же творится в супермаркетах? Маркеты работают, но в них можно заходить от одного до четырех человек, не больше. И очередь стоит, дистанция. Поэтому надо мне тоже дистанцию соблюдать. В первые дни карантина с продуктами действительно была небольшая неразбериха. Первыми исчезли туалетная бумага, мыло, макароны и мука. Сейчас все привыкли, никто не паникует, и прилавки всегда полные. В маркетах много еды. Пожалуйста, макароны, паста, вся какая хочешь. Цены не изменились и очередей практически нет, потому что мало кто ходит. В основном в магазин хожу я, потому что если пойдет муж, все равно потом придется еще раз идти мне. Помимо продуктовых магазинов, аптек, работает и общественный туалет. Но заходить туда может только одна девочка и один мальчик. И все, остальные ждут. Одно из мест, которое на карантин не закрыли, это венецианский рыбный рынок. Он просторный и находится на открытом воздухе. Поэтому здесь несложно соблюдать новые правила. Но венецианцы предупредили, будете толпиться или ходить за покупками, как на праздник, и рынок закроют без промедления. Рынок Венеции работает в том же режиме. С авторника по субботу. Свежие креветки, сальмон, каракатица, свежая рыба – все есть в наличии. Приходи, покупай. Выглядит все, как и раньше. Или это только на первый взгляд? А все вообще упали от продажи или ничего не изменилось? Здесь совсем не так, как раньше. Продажи упали в два раза. Все люди сидят дома и стараются выходить как можно реже. Поэтому покупают продукты с долгим сроком хранения. Я один из немногих рыбаков, кто продолжает работать. Государство не предлагает рыбакам никакой помощи, а мне нужно кормить семью. Заказы сейчас минимальные, ведь нашими основными клиентами всегда были рестораны, а они сейчас закрыты. А цены вот изменились в связи с этим? Я смотрю, что вот осьминок 16 евро. Мы вынуждены были опустить цены на 20%. Рыбу обязательно нужно продать, пока она свежая. Вот так. Хорошо, что работа есть, в отличие от остальных. Но доходы все равно уже не те. Ну хорошо, удачи тогда вам. Спасибо. Хорошей торговли, так сказать. Но Венец – это не только работа, но и романтика. Ведь тысячи туристов приезжают сюда именно за этим. Я помню, когда я целовалась на этом мосту Реальто, и нас все толкали со всех сторон, потому что, конечно, здесь постоянно, постоянно толку народа сфотографироваться даже невозможно возле перил, потому что все толкаются. Но сегодня все не так. Прекрасные венецианские мосты, церкви и площади не закроешь на карантин. Хотя и гуляя здесь теперь разве что, чайки и те в поисках еды. Раньше птиц кормили туристы, и венецианские чайки давно разучились сами ловить рыбу. А вот еще один символ города – гондолы, отправленные и заперты на стоянки. 12 марта правительство Италии запретило нам работать. Ведь мы находимся в очень близком контакте с людьми, особенно с туристами. Соблюдать нужную социальную дистанцию на гондоле физически невозможно. Я могу поехать на гондоле, чтобы сдать ее в ремонт при необходимости. За любые другие вылазки на лодке штраф до 3000 евро. И тюрьма. Да, и кого я буду возить? Так как гондольеры – ненаемные работники, их нельзя уволить. И они не могут обратиться на биржи труда за помощью. Поэтому государство помогает им иначе. Государство остановило выплаты по кредитам. Некоторые обязательные выплаты, например, ипотеку, перенесли на осень. Мы считаемся частными предпринимателями, платим НДС. Поэтому нам сделали единоразовую компенсацию в размере 600 евро. Так как карантин продлили, обещают еще 800 евро. Но для семьи в Венеции это очень мало. Венецию сложно представить без гондол. А без водного транспорта город бы просто не выжил. Поэтому власти пока оставили работать сервис водного такси. Правда, всего 20 лодок из 400. Из них только 4-5 выходят на смену каждый день. Пользуются ими крайне редко. В основном люди передвигаются на вапоретто. Вапоретто тоже ездят. Только раньше они ездили раз в 12 минут, а сейчас не раз в 20 минут. Билеты тоже продаются. Люди, видите, сидят 7,50. Стоит билет. Покупаешь и идешь кататься на вапоретто. Ну и, конечно, не кататься. Уже никто не катается. Ездят только люди по делам или на работу. Ну вот, наконец, приехала вапоретто. И можно спокойно заходить и ехать. Места предостаточно. Хотя сейчас они ездят так редко. Каждые 20 минут можно околеть. Пока ждешь его. Ну все, поехали. А вы как-то контролируете число пассажиров, которые заходят на борт? Говорите, там больше нельзя, все. Да, конечно, у нас есть четкие инструкции, сколько человек пускать на борт, как их распределять на лодке. Но вы знаете, людей так мало, я уже практически всех своих пассажиров знаю в лицо. Раньше на вапоретто можно было перевозить одновременно 200 пассажиров. Сегодня разрешено только в районе 55 человек и больше не запускают. Но, в принципе, никто и не ездит, потому что люди ездят только или на работу, а их ездят очень мало, или по срочным делам. Раньше, когда заходил в апоретто, нужно было бежать и занимать вот эти места, потому что они все время были заняты. Сейчас, конечно, все пусто, никого нет. И ты, в принципе, можешь сидеть в одиночестве и вспоминать те прекрасные дни, когда тут было столько много людей, что нельзя было найти свободного места. Один из популярных мифов о Венеции во время карантина – то, что в каналы вернулись дельфины. Это неправда. В каналах их никогда не было, поэтому вернуться они бы никак не могли. Действительно, вода выглядит чище и кажется лазурно-голубой. На самом деле, это из-за того, что в каналах меньше водного транспорта, и он не поднимает коричневый ил со дна. Но чище, без людей, вода пока не стала. А вот улицы Венеции действительно избавились от мусора. Туристов нет, а уборщики работают по графику. Мы работаем так же, как и раньше – с 7-15 утра до 12, каждый день, кроме воскресенья. Зарплата осталась такой же – 1100 евро после вычета всех налогов. Уборщикам выдали специальную форму – маски и защитные костюмы. Теперь улицы обрабатываются специальным раствором – водой с химикатами для дезинфекции. Все эти средства безопасны не только для людей, но и для животных. Итальянцы всегда обожали собак. А сейчас у каждого ребенка страны появился железный аргумент, чтобы убедить родителей завести щенка. С ним на карантине можно выходить на улицу несколько раз в день. Ну все, собаки, гулять! Гулять! Собаки не привыкли столько гулять. Но те люди, которые имеют домашних питомцев, имеют дополнительный бонус. Они могут выходить не только в марк, не только в аптеку, но еще и на прогулку с собакой. Но недалеко от дома. Всего лишь 200 метров. Поэтому, в принципе, мы уже давно ушли от дома, поэтому все домой. Все идемте ближе к дому. Все! Питомники с бездомными собаками и кошками сейчас опустили. Узнав о карантине, многие люди решили срочно завести себе питомца. Не только для того, чтобы гулять, но и потому, что одиночкам было страшно оставаться на несколько месяцев совершенно одним. Взрослые всегда найдут выход. А вот кто заперт дома на 100% – это дети. Школы и садики закрыли первыми, включая одну из самых популярных школ – Венеции. Это школа будущих гондольеров, водных такси и лодочников. Ну, в общем, все, что связано с водой. Идем посмотрим. Школы в Италии закрылись в конце февраля. Пустые коридоры, пустые классы. Все те же в коридорах весла и спасательные жилеты. Хоть детей в школе и нет, но учеба у них при этом продолжается. Мы сразу же перешли на дистанционное обучение. Сложнее всего было то, что в Европе действует закон о защите прав на личную жизнь и личную информацию. И он очень строгий для несовершеннолетних. Поэтому мы не могли пользоваться всеми известными и доступными видеосервисами и социальными сетями. Нам срочно пришлось создать свой специальный раздел на сайте школы, где доступ к ученикам имеет исключительно их учителя и администрация школы. Мне больше нравится учиться так. Я не фанат школы, скажу честно. Я люблю свой компьютер, свой планшет, свою комнату. Теперь могу сидеть в интернете часами, а родители радуются. Для родителей взрослых детей дистанционное обучение стало спасением. Больше всего мама и папа переживают, конечно же, из-за того, что дети проводят перед компьютером абсолютно целый день. Урока физкультуры нет. Их решили отменить. Поэтому каждый справляется как хочет. Но сложнее всего родителям малышей. Онлайн-обучение – дополнительная проблема для родителей. Моей младшей дочери всего четыре. Школа просто присылает ей какие-то задания, сделать поделки. И делаю их я. Но хочу сказать, так много пообщавшись с дочерью я поняла. Она растет гораздо умнее, чем ее старший брат. А скажи мне, тебе больше нравится учиться дома или ходить в школу? Мне больше нравится в школе. Там остались все мои друзья. Элиза, Томми, Пьетро, Леоне, Джованни. Ага, это все твои друзья. А ты с ними как сейчас общаешься? А, Дарью забыл. Мы общаемся через интернет. Мы пытаемся сохранить тот школьный урок, к которому все привыкли. У каждого ученика все те же 30 часов занятий в неделю. Мы также можем наказать за опоздание. Если ребенок хочет в туалет, он должен отпроситься. Он может не прийти на урок, если болеет. Если ты опаздываешь на урок, не получится соврать, что были проблемы с подключением или еще что-то. Мы регистрируемся в другой программе. Только потом начинаем загружать видео и выходить на связь. Если ты проспал, тебе ставят пометку. Все как всегда. Когда приходит контрольная, мы просим учеников и родителей поставить камеру компьютера так, чтобы мы полностью видели стол и руки ученика, не только его лицо. Свои задания они должны высылать нам максимально быстро, чтобы у них просто физически не было возможности подсмотреть. В среду, 8 апреля, Министерство образования Италии объявило, что школы откроются только в сентябре. Все экзамены и контрольные ученики будут сдавать онлайн. Первыми этот эксперимент еще в марте прошли некоторые студенты университетов. С одной из них я и пообщалась. Конечно же, через окно. Карантин в дом никто не приглашает. О, Таня, чао. Привет, Жанна. Ну что, привет. Как дела? Ты сколько дома сидишь? Вообще, выходишь когда-нибудь? Нам нельзя выходить в магазин чаще, чем раз в три дня. А я была в супермаркете позавчера. Ты мне скажи, а ты одна живешь? Я снимаю комнату с другими ребятами. Сейчас они на работе. Парень работает в скорой помощи, и он приходит только ночевать. А вторая девушка делает в больнице тесты на коронавирус. Она часто приходит домой в 2-3 часа ночи. Раньше мы работали 7-8 часов. Теперь смена длится 15-16 часов. На сон остается около 5 часов. Субботы и воскресенье также рабочие дни. А тебе она не делала? Нет. Почему? Почему ты не хотела? Я не хочу делать тест, пока они недоступны для всех. Даже если я болею, у меня нет симптомов, я хожу в маске и никого не заражу. Пусть лучший тест сделает медсестра или бабушка. Ведь тогда от результата будет зависеть ее лечение, ее здоровье, ее жизнь. Для врачей есть особое правило общения с семьей. Мы должны спать в отдельных кроватях от своих жен. Мы не можем есть за одним столом. Если в квартире у доктора всего одна комната и есть семья, он не может возвращаться домой и живет в отеле или квартире, оплаченной больницей. Некоторые не видят свои семьи по полтора месяца. Я знаю, что ты студентка, ты же в университете. У вас сейчас закончилась учеба или как у вас сейчас? Пока я сижу дома, я успела сдать все экзамены и защитить свою магистрскую работу. Защита у меня была 3 марта, а последний раз я была в университете где-то 20 февраля на встрече со своим научным руководителем. Как ты сдала экзамены, если ты с конца февраля дома сидишь? Мы заранее получили ссылку в специальной программе. В заранее назначенное время мы вышли на связь. Нам нужен был компьютер, интернет и наушники. В начале экзамена мне задавал вопросы профессор, потом его помощник и в конце представитель нашего департамента. Это длилось минут 20. Списателей подсмотреть было невозможно. Профессора видели, куда направлены наши глаза, да и вопросы задавали очень быстро. Это было волнительно, но круто. Ну, поздравляю, это очень классно. Да, нелегко молодым и активным, тем более по местным законам студент может учиться хоть 10 лет. Ребята сами определяют, когда и что им учить и когда сдавать. Это очень удобно. Появляется много свободного времени. Я, например, за время учебы планирую объехать всю Европу. Но это Лиза планировала до карантина. А теперь, кроме экзаменов, и заняться больше нечем. Но страдают не только те, кто хотел путешествовать, но и те, кто этих путешественников ждет с нетерпением. Главный бизнес Венеции – туризм, возможно, никогда не будет таким, как прежде. Все отели города уже почти два месяца закрыты. И когда откроются – неизвестно. Нам дали всего два дня для того, чтобы выселить всех гостей и полностью закрыть гостиницу. Все наши клиенты – это жители других стран – Европы, США, Азии. Многие из них не могли вернуться домой. И мы всеми силами помогали им найти билеты, связаться с консульствами и доехать в аэропорт. Это был ад. А тебе пришлось кого-то уволить из персонала, когда закрылись на карантин? И да, и нет. Официально мы уволили всех. Это сделано для того, чтобы они встали на биржу труда и получали хотя бы часть своей заработной платы. Как только мы вернемся в строй, мы сразу же всех заберем обратно. Меньше повезло сезонным работникам, кто работал по временному контракту. Мы не можем их поставить на биржу труда. Да и работы им в этом году дать не получится. Сами понимаете. Сейчас моя работа заключается только в том, чтобы возвращать деньги клиентам за отмененную бронь, платить за коммунальные услуги и считать убытки. Налоги нам также не отменили, просто разрешили заплатить их позже, осенью. Паула, а стоимость номеров до 7-й останется прежней или поменяется? Да, мы будем делать цены ниже. Мы прекрасно понимаем, что даже если карантин закончится в мае, границы всех стран будут открываться постепенно. Мы должны будем ориентироваться только на итальянцев и локальный туризм. А у нас не такой высокий уровень доходов, как, например, у американцев или швейцарцев, тем более после эпидемии. Поэтому да, пока к нам опять не пустят целый мир, мы будем держать цены более низкими и ждать своих туристов. Коллега Паула Моро, владелец одной из самых известных старинных гостиниц Венеции Лоренцо Лаин, в освободившееся время решила придумать акции и подарки, чтобы осенью вернуть своих клиентов, по которым очень соскучилась. Чем дольше гостиница закрыта, тем больше у нее работы. И эта работа совсем не приносит радости. Проходит сегодня ваш день. Нет туристов. Приходите. Что вы делаете? Наша гостиница – это настоящий венецианский дворец, постройка 16 века. Он до сих пор находится во владении семьи Сагреда. Мы работаем как пятизвездочный отель с 2007 года. Когда мы работаем и принимаем туристов, мы одновременно и следим за тем, чтобы поддерживать его в порядке, чтобы нигде ничего не сломалось, не протекало, чтобы фрески были в порядке. Сейчас нужно следить точно так же. Только теперь я одна. Я не могу бросить отель. Я прихожу каждый день, как раньше, в 7.30 утра. Сколько вы принимали посетителей в своей гостинице раньше? У нас 42 номера. С первого дня нашего открытия самая минимальная заполняемость была 92%. В высокий сезон мы полностью забронированы на несколько месяцев вперед. Впервые за 13 лет здесь нет никого. Во время эпидемии были вынуждены закрыть не только те заведения, которые приносили людям радость, как бары, рестораны, спортзалы, отели, но и места, созданные для грусти и прощания с близкими. В Венеции 15 кладбищ. Сейчас попасть на любое из них можно только по специальному разрешению, которое должно быть подписано работникам одного из двух крематориев. Сейчас на похороны может прийти только один родственник и один представитель кладбища или крематория. Всё, больше никто. Большинство тел кремируются. Цены не изменились, не повысились. Но и государство в такое время никак не помогает родственникам умерших. Кремация стоит 600 евро, а похороны от 2,5 тысяч евро до 5 тысяч. Я не могу сказать пока точную цифру погридонных за период с февраля по апрель, но точно вижу, что это минимум в два раза больше человек, чем в прошлом году. Нам редко сообщают, что человек умер именно от вируса. Поэтому мы каждый раз придерживаемся всех правил безопасности. Почти все умершие сейчас старше 70 лет. Руджа Рабова 73 года. Он владелица, шеф-повар одного из самых известных ресторанов на острове Бурану. Его заведение было отмечено гидом Мишлена. И резервировать столик здесь нужно было хотя бы за неделю. Хоть Руджеро, по мнению медиков и правительства Италии, входит в группу Риско, а его ресторан закрыли, шеф продолжает каждый день ходить на работу. Хоть какая-то помощь пришла. Будешь резать помидоры, а потом лук. Окей, это вообще для меня расплюнуть. Я обожаю чистить лук. Руджеро, когда вам пришлось закрыться, как это происходило? Я работал в обычном режиме. Не было отбоя от клиентов. Распределяли столики, делали закупки. Кухня горела, пылала от заказов. И тут правительство сказало, стоп, вы закрыты. А вот ваши кредиты, счета за электричество и газ, и работники, за которых вы отвечаете, все на месте. То есть к тому, что вот, ну, закрываемся, ты вообще не был готов, да? То есть у тебя и продукты были, и кредиты, и много работы. То есть для тебя это был шок? Конечно. Только малую часть продуктов я смог спасти. Какое-то мясо, рыбу, кальмары, осьминоги мы все заморозили. Все, что поместилось в нашей морозилке. А вот пасту, гнокки, равиоли, все, что мы готовим вручную, с огромным вниманием и любовью, и это не хранится долго, все выбросили или раздали. Предварительно в связи с этой ситуацией, я думаю, наши убытки составят где-то 80 тысяч евро. Я не прошу помощи у государства. Только отправил, как всем советовали власти, своих работников на пособие. Но я взял один кредит. Всю свою жизнь и открываю ресторан в 12 часов дня. А до этого времени я готовлю бесплатную еду для бедных и многодетных семей нашего острова. Я не хотел изменять традиции, особенно в это время. Поэтому я взял небольшой кредит, чтобы продолжать каждый день кормить тех, кому сейчас еще сложнее, чем раньше. Ну, Роджеро, я смотрю, что ты все равно без маски, без перчаток. Как ты бережешь себя от того, чтобы, ну, не заразиться? Я всегда следил за своим здоровьем. Сейчас я еще чаще мою руки и всегда сохраняю нужную социальную дистанцию, минимум 2 метра. Единственное исключение я сделал сегодня для тебя. Но ты такая красавица, к таким вирус не цепляется, я уверен. Это, да? Руками прямо, да? Роджеро, а скажи мне, а вот как-то надо сейчас вот заботиться о своем здоровье. Как ты вот защищаешься? Может быть, витамины какие-то пьешь? Вот как ты поддерживаешь иммунную систему? Ничего я не пью, никаких витаминов. Единственное, что я люблю – настойки из папайи. Ты ни за что не догадаешься, но 20 лет назад у меня была сложная операция на сердце. Доктора до сих пор заставляют меня принимать таблетки. Как я сказал, я придерживаюсь социальной дистанции. Обязательно. На улице ношу маску, но я за себя не переживаю. Боюсь только за близких и любимых. Правила, которых нужно придерживаться во время карантина, не такие сложные. Их знают даже дети. Нельзя выходить из дому без надобности. Всегда придерживайтесь дистанции минимум в 2 метра. Мойте руки с мылом долго и часто. Не касайтесь своего лица, особенно рта и глаз. Если вы кашляете или чихаете, не прикрывайтесь рукой, делайте это в локоть. Если вы болеете, обратитесь к врачу. Если вы не в больнице, не выходите из дому. Не заражайте других людей. Оставайтесь дома. Только от вас зависит, удастся ли нам победить вирус. От вас зависит жизнь других людей. Пожалуйста, сейчас не время нарушать правила. Дома венецианцы играют настольные игры, занимаются спортом по онлайн-урокам, учатся готовить и делают генеральные уборки. Иногда они даже умудряются, сидя дома, выражать свой протест. Тут долго сидите уже дома? Как правительство сказало сидеть, столько и сижу. Мне нельзя работать, нельзя гулять. Что мне осталось? Расслабиться. Ну хорошо. Отдыхайте тогда. Чао. Как бы пусто не было вокруг, жизнь продолжается. Роддома Венеции работают практически в обычном режиме, принимая на свет каждый день новых венецианцев. Единственное, что изменилось, категорически воспрещен вход для любых посторонних. Если у будущей мамы позитивный тест на коронавирус, врачи применяют дополнительные средства защиты и отселяют роженец в отдельный блок. Но пока венецианские мамы и их владенцы, если и болели, переносили вирус максимально легко. И пока венецианцы сидят дома, с ними остаются их воспоминания о том, как еще пару месяцев назад... Сейчас жизнь в Венеции действительно остановилась. Но она остановилась во всем мире. Стала очень тихо и очень тревожно. Возможно, наша жизнь никогда не будет прежней. Мы постоянно куда-то бежали, торопились, спешили, расстраивались, обижались, завидовали. И только сегодня мы понимаем, что все это не важно. Что больше всего мы скучаем за такими маленькими повседневными мелочами, как утренний кофе, прогулка на свежем воздухе с детьми, поздний ужин с друзьями. И самое главное – это объятия и поцелуи родных и близких. Ведь главное в жизни – это жить. И жизнь обязательно продолжится, когда закончится карантин. И тогда я просто выйду из дома, пойду в свою школу, по дороге, здоровая, со своими друзьями, соседями, посмотрю в лица своих учеников. Такие молодые, красивые, непослушные. Как же я по ним соскучилась. Пробегу 2-3 километра по пляжу. Отправлю детей погулять и выпью кофе на террасе одна. Просто помчусь к своей любимой, не видел ее месяц. Возьму отпуск, возьму жену и уедем далеко-далеко. Я вернусь к нормальной жизни и буду ценить каждую секунду. Берегите себя и своих близких. И пока ваша жизнь на паузе, почему бы не подсмотреть за жизнью других? Субтитры создавал DimaTorzok